Всем доброе утро! Меня зовут Ольга и вы на моем канале о рукоделии. Сегодня я хочу начать свой очередной влог. Сегодня у меня понедельник, 3 августа. И я вам показываю промежуточные результаты. И потом где-нибудь ближе к концу недели мы с вами снова встретимся и посмотрим, что же у меня свершилось за эту неделю. И давайте начнем с того, что вот этот худи для сына я довязала резинку. Здесь уже у меня на резинку идет другая пряжа. Она немножко более шершавая, но я думаю она раскроется и будет очень хорошо. И там, и там меринос в составе, поэтому обе эти шерсти картные. Я себе здесь перемотала, все-таки решила, что это будет в два сложения. В два сложения очень даже подошло по метражу. Ну, там плюс-минус совсем немного, поэтому незаметна разница. Вот, и прекрасная шерсть, прекрасный проект. Мне все очень нравится. Здесь я начала вязать рукава. Как вы видите, только один рукавчик. Будет также полосатик. Полоски будут, я так думаю, что неравномерные. Я не буду обращать внимания на... Ну, по крайней мере, пока, а может быть и нет, а может быть действительно присмотреться. У меня вот как раз полосы-то идут так, как шли здесь. Ну, посмотрим. Может быть действительно повторю рапорты этих полос. Вот, на сегодняшний день этот проект находится на такой стадии. И я сейчас покажу вам следующие процессы. Так, это новый для меня процесс. Это будет шапка Бени. Как вы можете видеть, она будет вся такая блестящая. И вот пряжа, из которой я вяжу в три маткада. Это у меня здесь и остатки, и где-то дополнительно купленная пряжа, и пайетки бесконечные, которые постоянно лежат где-то и не используются. Но на шапку Бени уйдет не так уж и много этих пайеток, я вам скажу, потому что я уже практически вывязала длину. Мне осталось закрыть макушку. Ну, там сейчас еще примерю по шапке, которая на мне хорошо сидит. И вывязать внутреннюю часть, она уже будет без поедок, чтобы не кололась. Вот. И с этим процессом я участвую в СП 6 обновок на осень. То есть, это первая обновка, которая у меня свершится. Ну, как вы можете заметить, да, шапки у меня вяжутся достаточно быстро. Надо просто посмотреть ширину, достаточно ли мне. В принципе, примеряю по шапке, которая на мне хорошо сидит. Ну, посмотрим. Если что, можно будет ее подарить. У меня есть кому. Вот. Такая вот интересная моделька получается. Я, правда, там же аэропорт должен быть равен не только 4, но желательно, чтобы он был еще и кратным, да, кратным 2. Поэтому с количеством петель я один раз промахнулась, набрала лишнего. Второй раз, значит, вроде бы как бы ничего. Да еще шапка потянется. Она же должна быть, ну, относительно по голове. Это же шапка Бини все-таки. И вот я хочу примерить, посмотреть, что же из этого получается. Ну, пока на вспомогательной нити это, конечно, не совсем показатель. Но, в общем и целом, вот такой процесс у меня есть. И я думаю, что это процесс этой недели. А потом я снова начну что-нибудь интересное. Я буду вам рассказывать про эти процессы также во влогах, потому что, ну, они у меня есть. Они у меня идут не отдельным процессом, а, ну, в общем, 6 процессов, которые я задумала по этому СП. Они у меня озвучены в отдельном видео. И я их буду потихонечку вязать. Помимо этого, если у меня будет желание, я могу начать все, что угодно. И буду вам показывать все свои продвижения во влогах. Вот. Это все пока что у меня есть по вязанию. Сейчас я просто засвечу здесь вышивку. Ну, это прямо вот на всякий случай. А вдруг у меня будет вдохновение и на вышивку. Вот на такой стадии находится сюжет от Жар Птицы. Моя лисичка осенняя. Ее бы тоже нужно было бы, неплохо было бы завершить к осени. Да, было бы так хорошо, к сентябрю. У меня здесь, наверное, половина работы, чуть больше, может быть, половины работы выполнено. Поэтому я думаю, что оно не заставит себя долго ждать. Тем более здесь такой очень интересный сюжет. Он очень простой. Мишанины цветов не так много. Бэкстич очень тоже простой, если делать его сразу. Да, если, конечно, если оставить его на потом, то многовато будет. Вот на такой стадии находится моя вышивка, моя лисичка. У меня есть еще один неожиданный процесс. Это бутылочка. В ней должен быть клубочек и надпись. Что-то там про дом и вязание. В общем, когда у меня все получится, я вам обязательно покажу. Мне так хотелось ее начать. Я начала, но дальше она как-то не продвинулась. Я снова вернулась к вязанию. Ну, а вдруг сложится, что и этот процесс мне удастся подвигать. Посмотрим. Он такой из серии просто так. Вот. И это на сегодняшний день у меня пока все, что есть в рукоделии. Планы у меня есть. Быть может, я еще что-то успею начать на этой неделе. Но обо всем об этом вы узнаете уже в новом подключении. Всем доброго утра, лохматого доброго утра, пятница. Сегодня я бы хотела просто подвести итоги уходящей недели. Встретиться с вами лицом к лицу, потому что у меня есть готовая работа. Пожалуй, мы с вами с них и начнем. С этих самых готовых работ. Как вы знаете, я уже рассказала вам, что я участвую в СП. Шесть обновок на осень. Одним из претендентов, вернее пряжи претендентов на готовое изделие, была пряжа с пайетками, черная пряжа. Я вам ее показывала. И у меня случилось две работы. Почему две, вы скажете? Ведь планировалась-то одна. Но, во-первых, помимо того, что я хочу связать шесть обновок на осень, я хочу и связать те артикулы, которые у меня выпали. Если вы не смотрели видеоролик о выборе пряжи на ЭТСП, я вам оставлю ссылку. Ну и давайте начнем. Вначале я связала вот такую вот шапку. Она мне очень нравится. Она черная. Я не знаю, где и что будет засвечивать в кадре. Она такая получилась за счет вот этой полиамидной или вискозной ниточки, на которой насажены пайетки. Она получилась держащей достаточно форму. Ну, то есть она такая. Как получилось? Я, в общем, рассчитала, да. Связала небольшой образец, рассчитала, натянула на шапку. И думаю, многовато будет петелек. Думаю, я не люблю шапки расхлябанные. Мне надо, чтобы она была по голове. Ну и связала. Вяжу-вяжу. И понимаю, что мне кажется, не хватает объема. Сейчас я попробую, конечно, примерить. Эту шапку я не стала распускать, во-первых, из-за пайеток. Да, там не без того было пайетки. Тонкая нить чернильная. И еще одна нить с мериносым и кашемиром. Я не стала ее распускать, потому что частично я пыталась распустить. В одном месте ошиблась. И сложновато это делать. Думаю, ну, подарю я эту шапку. Ну и действительно я ее подарю. Потому что видите, как она у меня... Здесь у меня просто рулик. И она мне, ну, вот прям совсем-совсем впритык-впритык. И это, ну, некрасиво. Совсем. Вот. Поэтому я ее подарю. У меня есть подружка. У нее объем головы намного меньше моего. Поэтому да. Ну, вот она такая обычная шапочка. Бенни. Она не двойная. Только потому, что она на осень будет и так очень-очень-очень-очень хороша. Вот. Вторая шапка, которую я связала, это уже полноценная шапка Бенни для меня. Она двойная. Я вам сейчас покажу и расскажу. Вот. Здесь все то же самое, да, по составу. И это уже вот... Ну, они обе не стираны. Я решила сначала показаться в кадре, а потом сегодня их и постирать. Вот. А это такая, видите, как легко одевается. Шапочка Бенни двойная. Ну, понятно, что она все равно смотрится сейчас несуразно. Потому, что я все-таки не в зимней одежде, да. Я сижу летом и снимаю видеоролик. Вот. Вот она вот такая вот. Ну, я очень люблю вот эти простые, лаконичные, двойные шапочки Бенни. Вот больше всего я ношу только, можно сказать, их. Я вязала шапочки и аранами, и косами. Ну, и давайте покажу, что же у меня получилось. А получилась у меня вот такая сосиска. Вот. Как вы видите, пряжи мне не хватило, потому что я не стала распускать предыдущие изделия. Здесь я полностью вывязала, получается, вот этот чернильный меринос. Я его потом сделала в три сложения. И плюс вот эта вторая ниточка шла еще плюсом. А далее у меня был просто вот такой вот картный меринос. Он тоже сюда идеально подошел. И получилось так, что все хорошо сложилось. Внутренность шапки ее, во-первых, я не видна. Во-вторых, она очень аккуратная. И такая. Я эту шапку Бенни буду носить все равно только пайетками вверх. Потому что, ну, пайетки все равно немножко колят. Ну, это не суразно носить их, да, вовнутрь. Если уж с пайетками вязать, надо все-таки носить их верхним слоем, а не нижним слоем. Вот. И у меня получилось, что в рамках этого СП у меня уже есть две готовые работы. Но я буду считать, что одна. Потому что, во-первых, только одна работа подходит именно мне. А во-вторых, то, что я просто извязывала пряжу. Пряжа с пайетками у меня, конечно же, осталась. Там, наверное, на шапке три еще хватит. Вот. Поэтому она очень экономично уходит. Пряжу, значит, чернильного мериноса я вывезла в ноль. Вторую пряжу у меня чуть-чуть осталось. И вот эта тоже чуть-чуть осталась. Но это будут носочные зарисовки. Поэтому, ну, пускай я люблю, когда остаются небольшие моточки, а потом их с полосками вяжу носки. Ну, в общем, экспериментирую. Может быть, носки будут жаккардом в этот раз. Ну, чтобы прям мне было вообще весело-весело. В общем, в целом, у меня есть две готовые работы. Я оторвалась на этих шапках. Достала для следующего проекта в рамках этого СП еще одну пряжу. Вот во что она превратиться успела. Это пряжа Андеса Тропс. Вот. И здесь у меня уже есть задумка. Я сначала думала, что это будет шапка. Но я попробую вначале поэкспериментировать и сделать что-то другое. Скорее всего. Вот. Если не получится, естественно, распущу и свяжу шапку. Тут-то уже дорожка протоптана. Я вязала из этой пряжи шапку. Так. Дальше. У меня есть небольшие продвижения. Вот по этому изделию. Не люблю я вязать маленькие изделия. Все-таки они у меня притормаживаются везде. Такой, вроде бы, малюченький рукав. Вяжи-довяжи. Быстро связал. Вот он у тебя и готов. Но нет. Он идет медленно. И вот у меня остался еще один рукав. Но я особо с этим никуда не тороплюсь. Да, на улице еще стоит жара. Вот. Но думаю, что сегодня приступлю. Хотя бы полрукава бы меня связать. Прям вот вообще. Очень мне хочется. Потому что тут уже осталось работы совсем немного. Вот. Но я к этой работе не прикасалась несколько дней. Вот. И еще у меня есть небольшие продвижения по вышивке. Давайте я тоже здесь вам покажу. Так. Вот. Здесь у меня появился... Здесь у меня появился цветочек. Но видите, какая разница между цветочком с бэкстичем и там, где его нет. Вот. Появился у меня, значит, цветочек. Появился у меня немножко здесь фоновой зашивки. Ну, наверное, этого и не будет видно особо. Может быть, если только при приближении. Но так, в принципе, получается хорошо. Вот. И зелень, да, здесь немножко завершила. Небо. То есть полукрестом вышила. Ну, то есть совсем чуть-чуть. Я уделила этой работе буквально, наверное, одно утро. Ну, где-то, наверное, минут, может быть, сорок у меня получилось уделить этой работе. Я вышиваю медленно, никуда не тороплюсь. Вот. Но мне нравится сам факт, что работа движется. И мои немногочисленные запасы пряжи, ой, запасы вышивки тоже продвигаются к своему все-таки логическому дошиву. Вот. И это все, что у меня получилось сотворить на этой неделе. Просто неделя какая-то была странная. Она была отдыхально-гуляльная. У меня, ну, вернулся ребенок от бабушки. Мы гуляем, отдыхаем. У нас солнечная погода. Мы ходили в зоопарк. Ну, в общем, мы ловим дни, да, дни лета. Август еще полноценное лето. А сам проект этот СП длится до 1 ноября, по-моему. Поэтому я думаю, что я успею все запланированное. И особо не хочу никуда торопиться. И как-то вот оно, настроение такое, знаете, не совсем вязальное. То есть, если раньше я повила каждую свою свободную минутку для того, чтобы связать рядочек, то теперь я могу просто полежать, например. Я, кстати говоря, заказывала на сайте покупок. Я как-то говорила, что я периодически делаю там заказы. Я заказала гречичную подушку. У меня есть такая же подушка в виде кости. И там можно лежать на ней, да, и отдыхать. Она имеет специфический запах. Ну, там она гипоаллергенная. Кучу-кучу всяких интересных про нее интересной информации. Я, конечно же, буклет выбросила. Надо было ставить, чтобы почитать вам. В общем, заказала такая интересная штука. И вот на ней просто валяться отдыхать. Очень удобно. В общем, я таком, наверное, август. Это такой творческий отпуск в моем случае. Ну, а я же буду держать вас в курсе, что и как у меня сложится в ближайшее время, что свяжется. Поэтому, да, подписывайтесь на канал. Оставайтесь со мной. А с вами была Ольга Иперова. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok